Хочется побаловать себя теплым солнцем, шумом морского прибоя и подарить ребенку иммунитет перед суровой зимой, когда дома уже осень. Тогда следует провести законный отдых за рубежом. Отдых на островах в сентябре и начале октября предлагает туристам познать колоритную культуру посещаемого курорта, посетить колониальные постройки, познакомиться с джунглями или просто получить удовольствие от качества отельного обслуживания. Осенний период 2018 года предлагает желающим съездить отдохнуть на островные государства или посетить курортные страны, Греции, Турции, Испании, Мальты, Кипра, Фиджи, Тайване, Сингапура, Кубы, Шри-Ланке. Отдыхать можно и на территории родной страны, посетив красоты Крымской Республики и Краснодарского края. Именно там туристы могут провести отдых в нескольких климатических зонах одновременно, несмотря на то, что среднесуточная температура осенью ниже, чем летом. Обратите внимание, юг Средиземноморья выступает полной противоположностью отечественных курортов, поскольку здесь бархатный сезон начинается именно осенью. Пляжные курорты Марокко, Туниса и Египта радушно встречают интуристов со всех уголков мира. Преследуя цель погреться в объятиях палящего солнца, не рекомендовано в сентябре посещать курорты Северного Средиземноморья по нескольким причинам, осенью часто идут дожди особенно в городах-курортах, Коста-Браво, Ницца, Хорватия, Черногория. Присутствует низкая температура воздуха вечером и пронизывающий ветер, такую погоду можно круглогодично встретить в Санкт-Петербурге, не тратя финансы на выезд за рубеж. Куда поехать в октябре на море за границу, где сезон в сентябре для пляжного отдыха. Полететь за желаемым отпуском в период сезонности лучше всего на курорты Кипра, Италии или Турции. Именно здесь температура воды достигает порога плюс 26, отсутствует знойная жара и ветреная погода. Но какой же выбрать маршрут для путешествия, если турист намерен ехать один, парой, компанией или с детьми? В одиночку. Самостоятельно отправиться в сентябре на отдых за рубежом – хорошая идея. Во-первых, снижаются цены на проживание, во-вторых, нет переполненных пляжей и гостиниц. Итак, в топ-тройку направлений для самостоятельного отдыха входит ниже перечисленные страны. Турция. Преимуществами этой страны являются приемлемая ценовая политика для проведения полноценного досуга, широкий диапазон туристических программ, пересечение границы без визы и проживание в отелях по принципу – все включено. К минусам страны можно отнести извечно большой приплыв туристов. Организовать самостоятельную поездку может интурист лично или же обратиться к туроператорам. Личная организация забирает много сил и энергии, поскольку необходимо забронировать авиабилет, трансфер и отель. В целом на организацию поездки собственными силами может уйти порядком двух недель, а использование услуг туристических агентств обязывает путешественника только оплатить путевку, поскольку за все остальные организационные вопросы отвечают туроператоры. В осенний период, находясь в Турции, рекомендовано посетить такие курорты, как Анталия, Алания, Белик, Кимер. Именно в этих городах таится античное наследие замка Святого Петра, Сиде, Каппадокия. Если же, приехав в Турцию, цель туриста – активный отдых, ему лучше остановиться в отелях, где действует программа «Все включено», тогда за туристом будет закреплено право посещать тематические вечера, принимать участие в конкурсах, проявив свою харизму на одном из таких вечеров. Возможно, поездка в одиночку изменит семейный статус приехавшего расы на всю жизнь. Израиль, Эйлад – курортный город, предлагающий туристам разнообразие в водных развлечениях и посещение культурного празднества, фестиваль джазовой музыки. Преимущество курорта – длительность лета вплоть до ноября месяца, возможность познать библейскую истину, подавшись в паломничество. Минусом Израиля является знойная жара в августе и в регионе Мертвого моря, поэтому сердечникам строго запрещается посещать Израиль летом в целях безопасности собственного здоровья. А вот осенью, напротив, даже полезно приехать к Мертвому морю, чтобы пройти курс оздоровления природными ресурсами. Кипр – идеальное место проведения досуга для людей с активной жизненной позицией. Главное преимущество курорта – проезд по безвизовому режиму. Также преимуществами можно отметить достаточно близкое расположение к России, буквально за три часа перелета турист может уже наслаждаться теплотой Средиземного моря, гостеприимство туристов на Кипре находится на более высоком уровне в сравнении с Европой. Недостатками греческого острова стоит отметить небольшой спектр исторических достояний и впечатляемые цены на путевки. Важно, выбирая данный остров для проведения отдыха, туристу выпадает уникальная возможность посетить столицу Кипра – Никоссию, погулять по полуострову Акамаз, который является главным заповедником Кипра, посетить неординарное сафари на ослах и познать ремесла традиционных деревень вживую. Отдых парами, куда нужно ехать, чтобы уединиться вдвоем и взять от поездки все. Греция – страна, богатая историческими местами и парками развлечений. Предлагает посетить под водой остров Олус и пещеру Зевса, чтобы дотронуться до истоков многовековой культуры Греции. Разбавить романтические прогулки Греческий остров предлагает посещением парка развлечений Акваплус и сувенирных аллей, ведь именно в октябре месяце цены на товары сильно снижаются. Внимание, турист может столкнуться со следующими недостатками, везде указатели изображены на греческом языке и для посещения этой страны необходимо оформить визу. Проведение отпуска компанией. Марокко – город, созданный для туристов, предпочитающих отдых в компании. Он предлагает им марокканские праздники, фестиваль берберов, финиковые пальмы и опробовать себя в водных видах спорта, дайвинг, серфинг, таласотерапия, прогулка на яхте. Достоинства курорта заключаются в том, что остров имеет субтропический климат, где незаметен резкий перепад температур, также именно здесь прослеживается отсутствие дождей и духоты. Для посещения мароккоин туристы должны оформить визу на въезд, это основной минус для российских граждан. Где провести отпуск с детьми? Египет – курорт для семейного отдыха. Во-первых, здесь демократичные цены на развлечения и экскурсии, во-вторых, в Египте царит лето круглогодично. Каждый отель песчаной страны располагает на своей территории аниматоров, детские площадки, аквапарки. Также туристы могут выбрать отдых на пляже с пологим спуском, чтобы обезопасить ребенка во время захода в море. Главным недостатком страны отмечена волокита с бумагами для оформления визы на срок 30 дней. Куда поехать на море на поезде исходя из изобилия описанных стран, лучшим вариантом для проведения отпуска является Турция. Среди плюсов, правительство страны не требует оформления визы, туристические фирмы предлагают горящие путевки с обслуживанием «все включено», стоимость которых на 7 дней составляет 14 тысяч рублей, на 2018 год, администрация отелей старается организовать досуг для всех категорий отдыхающих, начиная от детей трехлетнего возраста, заканчивая пожилыми людьми, прибывшими с целью пройти курс оздоровления. Этот курорт создан для людей, которые усердно работали более 12 часов в сутки на протяжении года, чтобы приехать в Турцию и отдохнуть по максимуму. Куда поехать зимой на море для корректной организации запланированного досуга будущий турист должен рационально оценить свои финансовые возможности, исходя из них, выбрать страну или пляжный остров, где бы хотелось провести отпуск, ознакомиться с условиями въезда в страну, приняться за регистрацию тура в самостоятельном порядке, забронировав отель, авиабилеты и трансфер или купить билеты посредством туроператора, сэкономив нервы и финансы, получив взамен зарегистрированный тур с проживанием, питанием и перелетом, а сумма выйдет почти в половину меньше. Под конец хотелось бы отметить, что такие города-курорты и пляжные острова, как Турция, Греция, Испания, Марокко, Египет, Израиль, Сингапур, Болгария, Кипр и Мальта спасают российское население от осенней хандры, предоставляя им возможность покупаться в лучах теплого солнца, купив путевки или забронировав заранее отель по демократичным ценам.